Состоялось пятое заседание депутатов Ленинского муниципального района 7-го созыва. На повестке дня текущие вопросы жизнедеятельности муниципалитета. Первый докладчик, заместитель главы администрации Ленинского района Сергей Гаврилов, представил отчет об утверждении правил землепользования и застройки территорий Володарского и Развилковского сельских поселений. В частности, был затронут вопрос жилого фонда в центральной части Центр-В поселка Володарского. Для обеспечения условий для комфортного проживания граждан в соответствии с современными жизненными стандартами в администрации района разработана настоящая муниципальная адресная программа, предусматривающая снос шестивных квартирных домов строительства на указанных территориях новых жилых домов, социальных объектов и объектов инженерной инфраструктуры. Согласно представленным данным, на участке площадью 6,5 гектаров вместо существующего жилья общей площадью порядка 5,5 тысяч квадратных метров предполагается возвести 39 тысяч квадратных метров. Общий срок реализации работ с 2018 по 2022 годы. Все депутаты проголосовали за утверждение программы. Далее народные избранники перешли к согласованию перечня имущества, предполагаемого к передаче из муниципальной собственности Ленинского района в собственность Московской области. В частности, речь шла о Видновском перинатальном центре. Учитывая прекращение осуществления органов местного самоуправления муниципального района Московской области, отдельных государственных полномочий Московской области по организации оказания медицинской помощи на территории Московской области и передачи их на региональный уровень, данное нежилое здание с медицинским оборудованием и приборами подлежат передачи в государственную собственность Московской области. В ходе заседания депутаты согласовали и предоставление льгот по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год муниципальным унитарным предприятиям, архитектура и градостроительство и Видновский троллейбусный парк в размере 50% от прибыли, остающейся после уплаты налогов. Данные решения также были приняты единогласно.